Аудиокниги Николай Николаевич Врангель Помещичья Россия Белые дома с колоннами, в тенистой чаще деревьев, сонные, пахнущие тиной пруды с белыми силуэтами лебедей, бороздящих летнюю воду. Старые нянюшки, снимающие пенки с варенья, жирные, обжорливые моськи, ворчащие от сахара и злости, девки-арабки, отгоняющие мух от спящей барни. Митька-казачок, таскающий длинные чубуки для раскуривания гостям, мухи, летающие, жужжащие, назойливые, кусающиеся, скучные, противные мухи, мухи, засиживающие окна и стены, и книги, и все. Петухи, кричащие на задворках, мочащие коровы, блеющие овцы, броняющиеся хозяева-помещики, бабушки в чипцах, никому не нужные, штопающие чулки, Старые лакеи, босоногие девки, семные девушки, крепостные актрисы, живописцы, форейтеры, музыканты, борзые псы, художники, карлики, крепостные астрономы. Внутри, в комнатах, чинные, комфортабельные стулья и кресла, приветливые круглые столы, развалистые бесконечные диваны, хрипящие часы с ржавым басистым боем, и люстры, и подсвечники, и сонетки, и ширмы, и экраны, и трубки, трубки до бесконечности. И опять мухи, сонные, злые, назойливые, липнущие, кусающие и засиживающие все. Вот она, крепостная Россия прошлого, от которой остались только мухи и домашняя скотинка, старые нянюшки, хозяйская воркотня и быль, и небылица о крепостной жизни, о роскоши, о красоте быта, о чудачестве дедушек и бабушек. Вот крепостная Россия обжорства и лени, добродушного послеобеденного мечтания, чесания пяток на ночь и игры на гитаре при луне. Вот страна Евгения Онегина, потом мертвых душ, потом детство и отрочество, потом оскудение Сергия Оттавы. Вот помещичья Россия от Петра Великого и до царя-освободителя, полтора века особой жизни, культуры, занесенной из чуждой страны, сделавшейся родной и опять чуждой. Старая повесть о самодурах-помещиках, засекающих крестьян, о тех же помещиках, в часы досуга занимающихся меценатством так же охотно, как ловлей зайцев и лисиц, как заказом вкусного обеда или поркой провинившихся девок. Странное дело, но в этой повести о прошлом какая-то особенная, может быть только нам, одним русским, понятная своеобразная прелесть. Прелесть грубого лупка, чудо простонародной русской речи, сказка песен, пропетых в селе, ухорство русской пляски. Все на фоне античных храмов с колоннами, увенчанными капителями ионического, дорического или коринфского ордеров. Пляска русских босоногих малашек и дуник в храме любви. Маскарад деревенских парней в костюмах богов и богинь древности. Или где-нибудь в Саратовской или Симбирской губернии девки-арабки с восточными опахалами на фоне снежных сугробов. Что может быть нелепее и забавнее, печальнее и умнее? Русское самодурство, главный двигатель нашей культуры и главный тормоз ее, выразилось как нельзя ярче в быте помещичьей России. Безудержная фантазия доморощенных меценатов создала часто смешные, чудаческие затеи, часто курьезные пародии, но иногда и очаровательные, самобытные и тем более неожиданные волшебства. Вся эта культура, весь этот быт, все это прошлое, столь близкое по времени, теперь с каждым годом, кажется, будто удаляется на несколько столетий. И как чужда, непонятно и далека казалось людям Екатериненского века были их предков времен Алексея Михайловича, так навсегда безвозвратно ушел быт крепостной России, жившей полтора столетия. И потому, быть может, нежно ласкает и манит нас старая повесть о дедушках и бабушках, об арапах и крепостных, о мебели красного дерева и о домах с колоннами на берегу сонных прудов. В России никогда не было своей последовательной, наследственной культуры. Все созданное варягами, пришедшими княжить в Россию, было уничтожено татарским игом. Потом опять новая смешанная культура Востока и Запада, пышно расцветшая в царствовании первых Романовых, была вырвана с корнем тем, кого потомство окрестило именем великого преобразователя России. И через полтора столетия помещичья крепостная культура, давшая столько нежных и красивых цветков искусства, сменилась опять новой, совсем другой жизнью, которая до сих пор еще не улеглась в определенное русло. Естественно, что и искусство, не имевшее предков, развивалось в России также случайно, неожиданно и капризно. Но крепостной период в истории нашей живописи и главным образом архитектуры и прикладного искусства дал много весьма занимательного, характерного, а иногда даже и подлинно красивого. Конечно, не в смысле «гранд-арт» — высокое искусство, французский, но все же интимного, так ярко и цветисто рисующего дух и вкусы своего времени. А эта картина быта уже свидетельствует о том, как живо и жизненно запечатлевали художники в своих созданиях свои робкие мечты. В этой массе среднего уровня, в бесконечном количестве любопытных и дорогих нам, но все же заурядных в смысле художественном, помещичьих усадьбах, встречаются иногда и создания высокого мастерства. Понятно, это редкость. Только крупные помещики времени Екатерины, а главным образом ее фавориты, могли создать волшебные сказки из своих имений, не только уступающих, но даже превосходящих грандиозными затеями то, что было сделано в эту же эпоху на Западе. Русские люди всегда были самодурами, а в искусстве самодурство не раз помогало им. Но по странной насмешке судьбы, созданная столь быстро, распалась еще быстрее. Фантастические дворцы Потемкина, имение князя Зубова, дворец Заводоского, подмосковная Ноева Дмитриева Мамонова, дворцы Елизаветинских любимцев Разумовских. Все погибло. Разорены и обветшали торжественные дома с античными портиками, рухнули храмы в садах, а сами вишневые сады повырублены. Сожжены, сгнили, разбиты, растерзаны, раскрадены и распроданы бесчисленные богатства фаворитов русских императриц. Картины и бронза, мебель и фарфор и тысячи других великолепий. По странной игре судьбы любимцы государынь не оставили мужского потомства, дошедшего до нас. Вспомните Шувалова, Румянцева, Разумовских, Потемкина, Зорича, князя Зубова, Александра Ланского, Мамонова, Заводовского, А для них строили дворцы Ринальди и Доломот, Менелас и Кваренги. Им дарились лучшие портреты государынь, присылались лучшие художники и служили сотни тысяч крепостных. Даже в фаворитизме у нас не сохранилось традиций. Но ни одна судьба зло подшучивала над Россией. Русские люди делали все возможное, чтобы исковеркать, уничтожить и затереть следы старой культуры. С преступной небрежностью, с нарочитой ленью и усердным вандализмом несколько поколений свело на нет все, что создали их прадеды. Ведь культурным было русское дворянство от Екатерины Великой и до освобождения крестьян берегло и любило красоту жизни. А потомки надругались над тем немногим, о чем могли бы говорить с гордостью. И бог весть, придет ли день, когда снова об этом вспомнят. Всюду в России, в южных губерниях, на севере и в центре, можно наблюдать тот же развал старого. Развал не только денежный, но и развал культурный. Невнимание и нелюбовь к тому, что должно украшать жизнь. Тогда как в Европе из рода в род много столетий переходят и хранятся имения и сокровища предков. В России наперечет несколько поместьй, находящихся 200 лет в одной семье. И нет ни одного примера, дошедшей до нас целиком, сохранившейся помещичьей усадьбы XVII века. Только в Покровском, княгине Шаховской, Глебовой-Стрешневой, часть дворца, еще до реформенной Руси. Даже от Петра, от Анны Иоанновны, даже от Елизаветы дошли до нас жалкие остатки. Нет имения целиком, сохранившегося с тех времен. От Екатерины лучшее также погибло. И только эпоха Александра I еще ярко и жизненно глядит из усадеб дворянских гнезд. Но и тут Грузина Аракчеева, полуразвалившаяся, обкраденная, запущенная, с призраком убитой Настасьи и образом обезьяны в мундире, засекающей крестьян. Так, быть может, ничего и не осталось от волшебных чудачеств крепостной России. Быть может, не стоит и говорить о том, что у нас есть. Нет, еще стоит. Еще можно спасти дорогие остатки старины, сохранить и уберечь от окончательной гибели красивые воспоминания, плесневеющие в грязных деревнях, в провинциальной глуши отдаленных губерний. Еще стоит подумать, прежде чем рушить дома, прежде чем продавать скупщикам картины и предметы убранства. В России еще есть старое искусство, пока целы Дубровицы, Кузьминки, Архангельская, Останкина, Кускова, Петровская, Марьина, Ольгова, Белая Колбь, Быкова, Покровская-Стрешнева, Полотняный завод, Очкина, Диканька, Суханова, Андреевская, Воронцовка, Ивановская, Братцева, Никольская-Гагарина и Никольская-Урюпина, Большие Веземы, Дугино, Яготин, Кочановка, Корсун, Гомель, Отрада, Белая Церковь. Треклата, Большие Веземы, Кочановки, Приятное, Продолжение следует...